Расслабиться, успокоиться и целиться Создание паники, отражение атаки баллончиком Стоит кричать громко изо всех сил СТОЯТЬ! СО СТРЕЛЬБОЙ КАК С ВОДКОЙ, ЕСЛИ ТЫ УПАЛ, ЗНАЧИТ ХВАТИТ Привет, мои любимые бандиты, с вами я, Татьяна Яшкина И сегодня мы поговорим о безопасности Как в условиях стресса крутить головой, но не крутить пистолетом Мы сегодня покажем и даже постараемся сымитировать некоторые угрозы и нападения И сегодня мы приехали к Дмитрию, к инструктору Федерации телохранителей Который нам поможет разъяснить, что к чему, что зачем, что правильно, что неправильно И как, самое главное, не хранить ваше оружие в коробочках и в шухлядках Или закидывать их в сейф, а как ими научиться все-таки пользоваться Здравствуйте, Дима! Привет, Тань! Привет, здравствуйте, ребят! Сегодня мы поговорим о обучении, о базовых навыках, о безопасном хранении оружия, ношении, применении оружия Сейчас мы перейдем ближе к рубежу и начнем работать с оружием Всегда, когда вы приходите в тир, либо на стрельбище, надеваем наушники, не забываем, потому что это безопасность вашего слуха Так, с чего начинается, Дима, та же самая безопасность? Вот я выбрала пистолет, приехала к инструктору, потому что ничего не понимаю С чего начинать, как тренироваться, какие первые шаги? С базовых правил мы, когда приходим в тир, мы оружие направляем всегда в безопасную зону Безопасная зона 90 градусов, я не имею права уже разорвать ее, потому что я уже могу нанести вред, который человек, который стоит рядом Палец мы всегда убираем со спускового крючка Как только оружие мы выводим на мишень, тогда мы имеем право класть палец на спусковой крючок Есть три правила для точной стрельбы Чтобы отточить скорость, чтобы наработать скорость, нам нужно сначала отточить точность То есть работать на дистанциях уже 10, 12, 15 метров, 20 и так далее Что это за три правила? Первое правило, это контроль картины прицельных Целикс мушку, всегда мы держим целикс мушкой на одной линии на мишени Второе правило, спуск крючка Плавная и аккуратная обработка спускового крючка И третье правило, это хват Правильное формирование хвата, центр тяжести загружаем вниз Соответственно, мы за счет этого принимаем правильную отдачу Аккуратный выстрел, контроль прицельных И вы попадете туда, куда вы хотите Что в этой ситуации мы можем сделать? Сразу создаем панику Людное место В любом случае нужно создать панику Озвучить о том, что происходит нападение Доставать баллончик в идеале Создание паники, отражение атаки баллончиком Создание атаки, соответственно, нанести ему какие-то удары Удары в пах, удары телефона в сторону лица Сейчас ты будешь Первый выстрел У тебя будет полный хват руки Одной руки Вторая рука у тебя будет находиться здесь Чтобы не разрывать угол Когда мы выводим оружие Мы выводим его по ровной линии Поднимаем мушку целиком под линию глаз Если мы произведем аккуратный, плавный выстрел Тогда оружие, пуля попадет туда, куда ты прицелишься Через мушку целик и плавный спуск крючка Смотри, ты сейчас становишься на эту дистанцию Что ты делаешь? Первый выстрел у тебя полный хват руки Взяла, обхватила, произвела выстрел Второй выстрел ты убираешь мизинец Третий ты убираешь безымянный палец Четвертый выстрел ты убираешь средний палец Поймала мушку с целиком на мишень И аккуратно, плавно произвела выстрел Подходи сюда Так Возьми оружие в правую руку Держи магазин Зарядить оружие Вторая рука у тебя вот здесь Корпус чуть-чуть впереди Ноги на ширине плеч Теперь поднимай руку под линию глаз Выведи прицельно Расслабленно Здесь не напрягаешься Предплечье расслаблено Теперь поймала целик с мушкой на мишени Как только поймала, произведи плавный спуск Убираешь мизинец Убираешь безымянный Хорошо У нас произошла проблема Подведи, рослабленно оружие Подведи к себе И как ты заряжала, так же устрани Сейчас право только поверни оружие Сверху обхвати руку Смотрите Когда у нас происходит такая проблема Нам нужно мгновенно понимать, как ее устранить Если вы не можете таким образом ее устранить То есть у нас идет тыкание Соответственно мы ставим на затворную задержку оружия Вынимаем магазин Все Проблема устранена Дальше мы вставляем обратно магазин Снимаем затворные задержки Выводим и производим, соответственно, выстрел в сторону мишени Такую ситуацию мы показываем специально Для того, чтобы было понятно Если идет утыкание Это абсолютно не есть проблема нерешаемая Просто необходимо сделать еще одно движение Каждую проблему можно решить Конечно Без проблем Главное иметь этот навык Его нужно наработать Есть Поймай целик с мушкой И аккуратный плавный спуск рука Хорошо В десятку Оружие направлено туда Разрядило Умничка Контрольный выстрел в сторону мишени Передать оружие Магазин отдельно Оружие отдельно Наши пальцы не могут быть сильнее наших рук То есть все эти пережимы, которые происходят Это из-за мышц Когда ты зажимаешься Соответственно, у тебя выстрел уходит лево вниз Право вниз Когда ты заталкиваешь крючок влево Соответственно, выстрел уйдет лево Право затягиваешь Соответственно, право уйдет Я люблю работать в Ford 9 Он очень классно помещается в руке А еще на них сейчас работает пожизненная гарантия Если тебе интересно Пиши мне в комментариях И мы тебе расскажем эти все подробности А если ты покупал Ford, когда еще не было такой опции Мы тоже поможем тебе И сможем сделать, чтобы твое изделие было действительно с пожизненной гарантией Что мы в этой ситуации можем принять У нас идет нападающий Рядом стоит помпа Соответственно, нужно применять меры Сразу брать руку помпу Выпадать в идеале Выпадать назад Чтобы у нас был разрыв дистанции И применять оружие Законный метод Мы можем спокойно применять оружие Ситуации бывают разные И не всегда вы будете находиться в комфортных условиях Дышать ровно И расслабленным стрелять Давайте сымитируем сейчас ситуацию Добавим Татьяне стресса Подбежал, подхватил Начал выдирать сумку Ты работаешь Он для того, чтобы только тебя загрузить В стрессовую ситуацию создать По нем не стреляем Нельзя Работаем по мишени Два выстрела Производишь Хорошо Давай, приступаем Давай стреляй, работай, быстрее Отлично Попадание артерия, шея Попадание плечо Если брать за количество патронов Брать больше патронов Тогда возможно это остановит его Хорошо В общем хорошо при такой стрессовой ситуации Молодец Получилось Стоп Когда в этой ситуации мы впустили противника Нужно контролировать вход Соответственно если вы уже впустили Отразить атаку будет сложно Все-таки когда женщина и мужчина У мужчины больше сил Соответственно снова же создавать панику Кричать Пытаться Вытолкнуть его В идеале ситуацию Перевернуть так, что не впустить Или же когда вы открываете дверь И контролировать вход С каким-то из оружий Будь то помповое ружье Будь то короткоствор Так Типа я заряжу Так я не заряжу Так стоять Стоять Палочку бросаем Бросаем палочку Заходи сюда Какой сосед? Снизу? Снизу Номер квартиры Фамилия Иванов Сидоров Так Ты сейчас что делаешь? Ты сама зарядишь магазин в оружие Одним движением Снарядил Зарядишь оружие Выведешь Произведешь максимально быстрые два выстрела по мишени Если мы берем за основу самообороны У нас времени нету То есть мы должны максимально быстро отработать нашу угрозу Как только будешь готова Произвела максимально быстрые два выстрела В одну мишень и во вторую Сейчас когда ты сформируешь хват Выведешь оружие Поймаешь мушку с целью Аккуратные выстрелы Произведешь один аккуратный И в ту же точку куда ты попала Поймай мушку с целью И туда же произведет Аккуратный выстрел Прицелилась туда Еще раз И туда же Осторожно Домничка Перевела Да? Хорошо Аккуратно Прицелилась туда же Есть Отлично Стойка Хват Формирование Хвата Спуск Крючка Формирование Рук Трапеции Расслаблено Было Соответственно Улучшило свои показатели Если брать За основу Первое попадание И второе То Соответственно Разброс уменьшился Ты сбила темп стрельбы Ты стала более точнее Если мы возьмем Дальнюю дистанцию У тебя будут точно Такие же попадания Аккуратная работа с оружием Поэтому спешка Какая-то Торопливость Это все вам мешает И вас сбивает Расслабиться Успокоиться И целиться Вы только потеряете время И будут плохие результаты На начальных этапах Мы никуда не спешим Мы должны отработать Четкий навык работы Сначала Дальняя дистанция Потом уже уменьшать дистанцию И соответственно Увеличивать скорость Из сознания Чтобы все Перетекло в подсознание И мы работали уже С оружием На уровне подсознания Вы знали что делать В моменты Вам не приходилось Думать об этом А у вас уже на автомате Работала зарядка Вывел Произвел выстрел Стоп Явное нападение Дистанция очень маленькая Человек который будет Отражать атаку Ему нужно сразу было Срисовать противника Увидеть его в начале На более дистанции До 5 метров Потому что дистанция Уже Которая рабочая Против ножа Соответственно оружием Если мы будем работать Это нужно работать Сразу Сразу произвести Выстрел в воздух Направить на него Если нету времени Производить воздух Сразу Работать по противнику Отстреливаться Психологически Было бы идеально Еще добавить Психологическую работу Стоять Лежать Тогда противника Становится Вероятнее всего Стоять Ребята мы сегодня Показали самые главные навыки По безопасности И в самообороне У нас реально Считанные секунды Поэтому тренируйтесь С вашим оружием И не допускайте ошибок Спасибо вам Ребята